В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Вандалы атакуют. За выходы на нескольких самарских пляжах разрушено оборудование. Слагают полномочия. Самарская губернтская дума 5-го созыва в последний раз собралась в нынешнем составе. Хочешь жить красиво? Созидай. Самарцы украшают дворы цветами. Замена Турции и Египту найдена. Поток российских туристов на Кипр вырос на 40%. Произведение искусства из мусора. Самарский Кулибин создал самолет времен Первой мировой войны. По самарским пляжам прошел торнадо. Правда, виной тому не природа, а хулиганы. За выходные вандалы разрушили оборудование сразу в нескольких зонах отдыха. Лавочки, урны, информационные стенды. Масштабы ущерба оценила Лариса Шалафаст. Раннее утро на пляже у загородного парка не время для отдыха. Здесь ведутся ремонтные работы. За выходные вандалы разрушили почти все оборудование. Что-то можно починить, а что-то восстановлению уже не подлежит. Сломали информационную табличку с названием пляжа и часами работы. Далее поломали лавку, оторвали брусок для костра, ну, розжига. Написали на раздевалках, на лавочках, то есть испортили имущество. Далее пару лавочек оттащили в кусты, то есть как мебель передвигают, как у себя дома. Пляжный сезон в Самаре открылся всего неделю назад, но за это время от рук вандалов пострадали уже несколько пляжей. Где-то лавочкой пытались разжечь костер, где-то сломали крышу туалета и устройство для мытья ног, где-то разбросали содержимое мусорных урн. В предыдущие годы в основном это наблюдалось уже к концу сезона, когда на пляжах было мало людей, то есть это сентябрь, конец августа, то в этом году вот уже в самом начале купального сезона эти факты отмечаются. Поэтому лето только началось, пляжный сезон только в самом разгаре и хотелось бы все-таки, чтобы все это оборудование, оно оставалось на пляжах до конца эксплуатации. Впереди еще несколько месяцев отдыха, поэтому проводить время на пляже с комфортом или среди обломков когда-то нового оборудования – выбор за самарцами. Городские власти просят горожан бережнее относиться к общественному имуществу и не оставаться равнодушными, препятствовать преступлениям вандалов на самарских пляжах. Если нарушителей удастся поймать, им грозит административная ответственность и штраф. А пока испорченное оборудование подрядчики восстанавливают за свой счет. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Сегодня Самарская губернская дума в последний раз собралась в нынешнем составе. Пятым по счету в дальнейшем судьбу региона будет определять дума шестого, созывы которой соберется уже после выборов, которые пройдут осенью. В последний день работы думы на повестке дня состояло 44 вопроса, из них депутаты рассмотрели 42. В думе нового созыва перейдут вопросы по государственной поддержке граждан, имеющих детей, и проекта федерального закона, значащего поправки в статью Жилищного кодекса о взносах на капремонт. Единогласно дума приняла постановление о внесении изменений в закон Самарской области об областном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. Согласно документу, доходная часть бюджета увеличилась более чем на 3 миллиарда рублей. 650 миллионов пойдут на региональные автодороги, в первую очередь на ремонт улицы Демократической и Красноглинского шоссе. 227 миллионов на господдержку предпринимательства, почти 30 миллионов на социальные программы и 15,5 миллионов на реконструкцию детского сада в поселке Мехзавод. Спикер губернской думы Виктор Сазонов высоко оценил работу своих коллег по разработке законов, призванных улучшить жизнь граждан Самарской области. Мы завершаем работу с чувством исполненного долга и мне кажется, те результаты, которые мы имеем, они направлены, прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, на дальнейшее развитие нашего региона, на улучшение качества жизни людей. И что принципиально важно, мы достаточно эффективно совместно работали и с правительством Самарской области, и с губернатором Самарской области. То есть вырабатывали общую идеологию и общую законодательную базу на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего региона. Разобраться с платой за домофоны поручил первый замглавы города Владимир Василенко руководству одной из управляющих компаний. В рамках проекта «Безопасный город» на подъездах домов устанавливают современные домофоны с камерами видеонаблюдения. Как оказалось, не всегда соблюдаются нормы закона и не везде учитывается мнение жильцов. Кроме того, в квитанциях на оплату, кроме основной суммы, появилась строка «Условные пения». Разобраться в ситуации управляющей компании поручено в кратчайшие сроки. Значит, здесь система работает. В этой же платежке у вас, я уже говорил на прошлом совещании, идет условно-расчетное пение. Пять рублей. Якобы. С каждого счета пять рублей. Это должно быть только согласие жильцов. Нет собрания, заочное голосование, только после этого оформляется юридически. Только после этого какие-то могут появиться расчеты. Как в Самаре идет подготовка к зиме, проверили во время выездного штаба представители Департамента городского хозяйства и экологии. Практически везде подрядчики в график укладываются. Особое внимание участку на Волжском проспекте и улице Красноармейской. По Красноармейске уже отдали сегодня под засыпку в данной ситуации. И до четверга там вскрытие должно быть заделано. Там работали по аварийному ордеру. Это вопрос, где перекрыто Красноармейское. По Волжскому идут в графике. На сегодняшний день они идут, тем более, без выхода на проезжую часть. С началом летних профилактических работ коммунальных систем во многих многоэтажках Самары традиционно возникают проблемы с горячей водой. Она поступает в квартиры чуть теплой. Общественная палата предлагает помочь жителям города в решении проблемы. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Владимир Соловьев летом мыться ходит в баню. Уже лет 20. Он не заядлый парильщик. Просто дома на Владимирской 46-я. Как только начинаются сезонные ремонтные работы, горячая вода становится холодной. Если долго спускать, вода теплеет. Вот только выливается это жителям в копеечку. Вмешаться в ситуацию решили члены общественной палаты. Они предложили две схемы, по которым потребители смогут вернуть деньги за отсутствие горячей воды. Либо котельные напрямую перечисляют средства владельцам квартир. Либо это делают управляющие компании. Вот только такая финансовая чехарда не устраивает ни горожан, ни управляющую компанию. Добиваться для того, чтобы они подключили нам циркуляцию наконец-то в этот дом. Когда будут работать двухтрубные системы, тогда и появится нормальный теплоноситель, и появится нормальный параметр горячей воды. Эта проблема почему-то сразу отпадает, когда включается система отопления. Чтобы вернуть деньги назад, потребителю нужно сначала доказать поставщику, что вода из крана течет не горячая. Для этого представители управляющей и ресурсных компаний должны прийти к потребителю и измерить температуру воды. Вот только котельные в большинстве случаев игнорируют жалобы владельцев квартир. В договоре между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией нету температурных параметров на входе в дом. Их вообще нигде в законодательстве не предусмотрено. То есть, если мы замеряем температуру в кране, она не соответствует. Управляющая компания обязана выставить претензию ресурсоснабжающей организации. Ресурсоснабжающая организация скажет, чем вы это подтверждаете. Поэтому чаще всего потребитель получает компенсацию от управляющей компании, а она, в свою очередь, судится с поставщиком. Рабочая группа по самоуправлению при общественной палате Самарской области решила примирить все конфликтующие стороны и готова составить новый договор по водоснабжению домов, где детально пропишет все параметры горячей воды и всю схему компенсации в случае, если вместо нее в кране потечет холодное. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Сад. Своими руками создали жители многоэтажки на улице. Революционные. Уже более 10 лет. Люди сами высаживают цветы, следят и ухаживают за ними. Сейчас Самару приводят в порядок по программе «Цветущий город». Внести вклад призывают жители, предприниматели, школы, социальные учреждения. О том, как преображается железнодорожный район, в репортаже Алины Чемерес. Это вот наш участок, наши цветы, наш газончик. Дом в саду. Вокруг многоэтажки на Революционной. Каждое лето распускаются сотни цветов. Мальвы, лилии, петуньи сажают растения и следят за ними жители. Валентина Землянская переехала сюда более 10 лет назад. Рассказывает, на месте, где сейчас полисадник, тогда валялся мусор. Жители сами все расчистили, завезли землю и создали зеленый уголок. «Проходят люди с соседних домов и все любуются на наши участки. С удовольствием здесь тоже останавливаются, смотрят, просят, чтобы мы им рассаду дали. Мы абсолютно этому рады и рассаду абсолютно, кто попросит, всем выкапаем, всем даем». Жить в красоте предпочитают и работники местной автошколы. Затем, чтобы сотрудников и учеников каждый день встречал цветущий двор, заботится садовник Нина Березина. Здесь растут более сотни цветов. Ухаживать за ними женщина начинает с половины седьмого утра. «Чтобы цветы дышали, чтобы влага проходила, рыхлю и траву пропалываю». «На пересечении улиц, казалось бы, очень много транспорта, очень много торговых точек. И школа, она отдельный островок, такой ландшафтный. В этом году мы высадили бархотки, которые, известно, что они очень неприхотливые, отличаются большим видовым разнообразием. Также сначала радовали нас пионы, ирисы». В этом году Самару украшают по программе «Цветущий город». К благоустройству привлекают жители, школы, учреждения культуры, социальные организации и бизнесменов. В Железнодорожном районе 95 предпринимателей установили более 200 вазонов и кашпо, высадили сотни квадратных метров цветов. «Если возникают вопросы у предпринимателей, оказать им помощь в моделировании этой территории, здесь, пожалуйста, есть архитектор районный, который готов нарисовать ту картинку, которая была бы красивой, и предложить ее реализовать предпринимателям на своей территории». Всего в Железнодорожном районе силами бизнеса, жителей и местной администрации расцвело более 3000 квадратных метров территории. Яркая красота пришлась по вкусу всем. Здесь уже строят планы по озеленению на следующий год. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Приближение Мундиаля уже чувствуется в Самаре. Остановки, брендированные символикой Чемпионата мира по футболу 2018 года, появились в Куйбышевском районе. Горожан они радуют не только красотой, но и практичностью. Валерия Макарова продолжит. Жители Куйбышевского района Самары одними из первых ощутили приближение Мундиаля. Символика Чемпионата мира по футболу 2018 появилась на остановочных павильонах. «Ну приятно, приятно, что чисто остановка. Для болельщиков это вообще отлично. Я-то к футболу как бы нет, но кто болеет, то тем приятно, я думаю». «Им нравится, они занимаются. У меня, например, внука тоже, он о футболе болеет». Не только красоты ради, но и пользы для. Эти футбольные плакаты сделаны из виниловой ткани. На такой материал трудно приклеить частные объявления, которые так часто портят внешний вид остановки. Здесь же напоминание о том, что размещать рекламу и объявления нужно в установленных местах. Нарушителей ждет штраф. Всего в Куйбышевском районе новый дизайн обретут 22 остановки общественного транспорта. «Скажем так, в основном они по въездным маршрутам в город. Пугачевский тракт, Новокуржевское шоссе, улица Белорусская. На данных улицах как раз запущен такой проект». Проект пилотный. Если идея найдет положительный отклик у горожан, плакаты украсят и другие районы Самары. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Конструкции первого этажа стадиона Самара-Арена почти готовы. В Самаре продолжается строительство стадиона к чемпионату мира 2018. Бетонные работы на Самара-Арена выполнены более чем на 70%. Сейчас продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций. Напомним, строительство арены стартовало летом 2014 года. Внешний облик стадиона представляет собой прозрачный купол, максимальная высота которого более 60 метров. Сдача объекта запланирована на декабрь 2017 года. С июля Ракитовское шоссе перекроют на три месяца. Объезд будет работать через улицу Алматинскую и проспект Карла Маркса. Дорогу перекроют 4 июля. Движение ограничат в рамках реконструкции Московского шоссе. Сейчас рабочие строят развязку на пересечении Ракиты и Московского шоссе. Ракитовское шоссе закроют для движения транспорта в обе стороны на участке длиной около 100 метров в районе выезда на Московское шоссе. Сегодня в 2.30 ночи на улице 22-го портсъезда в промышленном районе Самары горели автомобили. Китайские и корейские внедорожники. На тушение огня выехало два пожарных автомобиля. Огонь удалось погасить за 20 минут. Причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются. Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области ищет подрядчика для выполнения второго этапа работ по капитальному ремонту спуска площади Славы. Стоимость контракта составляет почти 12 миллионов рублей. За эти деньги компания-подрядчик должна демонтировать железобетонные лестницы, выложить спуск плиткой и установить новые фонари. Для обустройства ступени лестниц строители должны использовать природный камень, а для облицовки парапетов – мрамор. Напомним, ремонт площади Славы продолжается третий год. «Крылья Советов» ищут самую красивую и умную фанатку. На сайте клуба стартовал первый этап конкурса «Мисс КС-2016». В течение недели посетителям сайта предстоит выбрать 12 финалисток. В голосовании также примут участие тренерские штабы игроки «Крыльев Советов». «Мисс Крылья Советов» получит шестой айфон, а также будет представлять команду на финале конкурса «Мисс РФПЛ-2016». На смену Турции и Египту пришли Кипр и Греция. Эти страны по посещаемости россиянами в этом году бьют все рекорды. На Кипр, где не требуется оформление виз, поток российских туристов по сравнению с прошлым годом увеличился на 40%. Сейчас Кипр занимает третье место в рейтинге самых востребованных направлений послероссийских курортов. В этом году туристический сезон на Средиземном острове продлится дольше до конца сентября. Для граждан Российской Федерации существует упрощенная система получения визы. Это так называемая система ПРОВИЗ, когда буквально в течение 15-20 минут у вас появляется виза на руках. Все, что для этого требуется, это отправить заявление в формате А4 на почту Генконсульства Кипра. Потом вы получаете ответ, распечатываете и летите на Кипр. Это очень просто. Виза для россиян бесплатная. Герой нашего следующего сюжета – саморский кулибин Александр Кизельбаш. Он работает хранителем фонда военно-исторического музея Привожско-Уральского военного округа. В свободное время, преимущественно ночами, мужчина делает танки, корабли и самолеты. Причем материалы для конструирования выбирает бюджетные – это газеты, игрушки и крышки от бутылок. Только что Александр завершил масштабный проект «Самолет времен Первой мировой войны» Илья Муромец. И приступает к созданию нового ПО-2. С изобретателем встретилась Марьяна Мирная. Используется разный мусор. Как говорится, проволоки, где какие нахожу, металлические предметы всякие. Даже из-под всяких вот таких вот средств. Да, ну тут баки из них очень хорошие получились, но Илья Муромца. Из картона, старых простыней, крышечек, пробочек и деталей от советских игрушек, купленных еще за рубль 60, Самарский Кулибин Александр Кизельбаш создает шедевры авиаконструкции. Моделист приступил к изготовлению легендарного ПО-2, на котором во время Великой Отечественной войны летала ночная ведьма Ольга Санфирова. Мой бортовой компьютер начинает там уже придумывать что-то. Сейчас я уже просто почитал, какой масштаб, это в каком размере он будет. Это будет 2,85 размах крыла и длина фюзеляжа будет 2 метра. Вот это тоже конструкция наподобие Илья Муромца, тоже биплан. Тоже много там всяких расчалок. Тоже будет тканью обклеены. Опыт у конструктора грандиозный. В свое время он принимал участие в строительстве настоящих пассажирских самолетов. Но детская любовь к моделированию привела его сюда, в военно-исторический музей Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа. Единственный в мире самолет времен Первой мировой войны такого масштаба, размах крыльев 3,5 метра, сделан руками Александра и украшает один из залов музея. Мы взяли именно конкретный экземпляр, который выпускался в 1917 году. И именно по фотографиям, по материалам, по чертежам, воссоздали его вплоть до самых мельчайших подробностей. Илья Муромец выполнен с доскональной точностью. Двигатели, бензобак, летчик и пулеметчики – все именно так, как было на самом деле. Такие самолеты прошлого века делались из дерева, поэтому настоящих экземпляров уже не осталось. В Москве есть восстановленная копия этого аппарата в натуральную величину. Самарская модель – вторая по размеру. И пусть летать самолет не способен, но дать представление о том, каким был Илья Муромец, вполне может. Мариана Мирная, Юлия Шугаева, Сергей Баскин. События. Научный пикник прошел в областном центре в музее «Самара-Космическое». Четвертый сезон был таким же популярным, как и первый. Увидеть последние разработки местных ученых и вспомнить уроки физики могли как школьники, так и их родители. Возможно ли засунуть вареное яйцо в бутылку – ответ на этот вопрос знает Сергей Кизоркин. Любой самарец мог стать ближе к науке на фестивале «Научный пикник» в музее «Самара-Космическое». Посетителей встречает директор выставки высоких достижений Елена Кузина и сразу демонстрирует фокус – вареное яйцо проваливается в бутылку без помощи рук. Горлышко у бутылки чуть меньше, чем диаметр яйца. Мы сверху его кладем, оно не проваливается. Но если зажечь бумажку, кинуть внутри бутылки, сгорает кислород, образуется вакуум и яйцо просто засасывается. Это такой эффект, который производит всегда впечатление. Дети начинают отцам объяснять физические явления, а отцы, в свою очередь, и мамы тоже 50 на 50, начинают именно с такой научной точки зрения объяснять. Это такое очень приятное общение внутрисемейное. Сделать пластиковую игрушку своими руками, точнее ее смоделирует 3D-принтер. Такое возможно, правда, если создать специальную компьютерную программу. От развлечений к делам серьезным. Установка может сделать любую деталь для любой машины. Для инженерных решений абсолютно любых. Любой фланец, любой уголок, любую подставку, любой винтик. Ну, вообще, в основном, сготавливают корпуса, потому что он, получается, более дешевый. Провожает гостей с выставки радиоуправляемый робот Вася. Особой популярностью он пользуется у детей. Робот к вниманию привык и охотно общается с публикой, ведь он экскурсовод в детской библиотеке. Допустим, ребенок, который не может физически прийти в библиотеку, он заходит с ноутбука, подключается к роботу, появляется на экранчике, в результате чего другие дети видят его на роботе, а сам он управляет роботом и ездит, участвует в этой экскурсии. Не остались равнодушными к экспериментам по химии, физике и взрослые. Выставка очень понравилась, и считаю, что для детей это очень интересно. Опыты хорошие. Внимательные. Робот. Организаторы надеются, что занимательные научные опыты посетители выставки продолжат и дома с детьми. А следующая встреча на интерактивной площадке Музея Самара Космическая пройдет только через год, на пятом фестивале научного пикника. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Люди искусства укрепляют российско-болгарскую дружбу. Делегация художников из России приняла участие в международном пленэре «Дружба», который прошел в городе Старозагора. В составе делегации на болгарскую землю отправился директор Самарской детской художественной школы номер два Владимир Башкиров. Художники, проникнувшись духом города-побратима, написали несколько картин. Работы Башкиров были отмечены, особенно часть из них была подарена мэрией города, а некоторые удостоились чести оказаться в галерее. Одну из работ приобрел местный коллекционер. За свою работу Владимир Башкиров был удостоен памятного знака «Российско-болгарская дружба». Говорит, что в Болгарии очень хорошо относятся к России и помнят об истоках дружбы. Работы написаны под открытым небом, под дождем, под солнцем. И эти впечатления оказались востребованными, потому что, ну, во-первых, это можно судить и по реакции прохожих, потому что это впечатляло людей. И так я познакомился и с художниками, и с коллекционерами. Две работы были сданы в галерею по договору. Одно я подарил администрации города, потому что они очень хорошо как-то со мной обращались, то есть встречали, провожали. Все это было очень, ну, хорошо с их стороны сделано. И мне просто хотелось что-то сделать приятное. Далее новости спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка. Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинские автогонщики уверенно заявили о себе на чемпионате страны. Валерия Храмова стала третьей на чемпионате России по легкой атлетике. Юные гонщики самарского ЦСКА стремятся в элиту российского велоспорта. Самарские велосипедисты успешно прокатились на чемпионате области. Индивидуальная 15-километровая гонка на шоссе в Тольятти показала, кто готов представлять 63-й регион на всероссийских соревнованиях. Среди юношей золота на счету Александра Штенникова. На него у тренеров особой надежды. Серебро у Далера Байматова и Кирилла Кириллина. На бронзу Александра Барабанова среди юниорок второе место заняла Алена Демина, третья Екатерина Богданова. На чемпионате России по легкой атлетике Валерия Храмова стала бронзовым призером в Чебоксарах. Чувашия самарка в беге на 400 метров с барьерами одолела дистанцию за 57 секунд. Валерия отстала от серебряной призерки представительницы Свердловской области Ирины Текунцовой на какие-то доли секунды. Чемпион страны москвичка Вера Рудакова оказалась быстрее Храмовой на 2 секунды. В Карелии финишировал очередной этап чемпионат России по ралли. Тольяттинский экипаж Евгений Суховенко-Юрий Куликов завоевал первое место в классе Р2. Из 47 машин до финиша добралась только половина. Победа на карельской трассе позволила автозаводцам ворваться в тройку лидеров чемпионата страны. Следующая гонка состоится на Урале в последних числах июля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте на твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok